что я вам хочу рассказать вчера мы же похоронили мистера джонса и я хочу вам просто сказать насколько я была шокирована и насколько я была не было приятно видеть какой сервис и какие похороны у него были вы знаете у меня просто слов нет так как он был в армии там было фето были офицеры они отдавали значит честь стоя стоя значит угроба музыка играла это уже на самом кладбище когда в церкви там знаете тоже я не знаю сколько людей было человек на 200 понимаете было людей очень многие выходили с микрофоном рассказывали вспоминали о нем да и конечно я тоже вышла я сказала тоже хочу сказать я рассказывала всем как мы познакомились как мы дружили и я говорила сколько подписчиков любят его и сколько человек плачут сейчас о нем и я сказала что в россии мистер джонс больше известен чем барак обама все очень сильно смеялись тем очень это понравилось вообще была такая обстановка грустно веселым то есть мы вспоминали веселые истории о нем и конечно многие истории которые слышала я конечно не знала потому что я живу знаю мало и нам рассказывали но он был настолько веселый человек он никого никогда не отпускал без улыбки или без смеха то есть очень много интересных историй я слышала очень много людей встретила очень многие с многими разговаривала и вы знаете это было так приятно это было настолько вот понимаете не было такого вот что кто-то убивался ну конечно там дочка поплакала тогда но в основном мы мы про него вспоминали как про веселого про про классного человека который действительно был в нашей жизни всю жизнь или какую-то часть жизни я вот я была в конце его жизни да люди которые там были в основном знали его всю жизнь допустим да кто-то с ним работал кто-то с ним дружил с кем-то он просто знаете встречался как говорится случайно и оставил такой светлый след но в общем то все вспоминали про него и но так было интересно слушать это все и конечно все очень понравилось когда я рассказывала не сказала я что я с ним встретилась потому что я снимаю видео потому что мне было очень интересно его коровы как он обрадовался и все потом начали ко мне подходить а как можно посмотреть ваши видео мы дочери хотим посмотреть но я всем давала им название своего канала показывала у кого был телефон показывала как найти мой и все очень рады все говорили боже как хорошо что мы увидим опять как хорошо что мы можем посмотреть на него на живого то есть многие же не знали про ютюб а там дочь его вот видно на все начало рассказывать идите туда к наташи там у нее видео там в общем я вам серьезно говорю так было классно потом поехали на кладбище гроб у него был я вам хочу сказать гроб у него был как мувистар понимаете там был такой уникация только вот такие гробы вижу видела у нас если показывали каких-то актеров там за президентом него было такое вот это вот были офицеры они отдавали честь ему очень красиво говорили тоже потом в конце а внуки взяли хлыст отошли и начали вот так вот хлистать знаете это как как вам объяснить но это как честь 1 отдают ковбой то есть это дня мурашки были вы понимаете еще говорят стрелять надо ну а у них не было куда-то там пистолет но вот этот хлыст они так вот его раскручивали это было что-то невероятно это что-то было вообще вообще это просто было так классно я просто хотела с вами поделиться вот этим всем очень многие делали видео на телефон я тоже делала видео на это дело видео для себя я не буду выпускать а не хочу даже выпускать похороны или что-то я в инстаграме немножко показал там кусочек со всем да уже в церкви вот я просто рассказывал я наверно обязательно сделаю видео об этом потому что мне было так приятно это все видеть что потому что он это все заслужил это все понимаете люди так все особенно внуки у него там особенно два внука не 222 и двойняшки и внуки близнецы одного я показывала как-то на на видео он у нас он у меня был на видео браин вот браин и еще один на него не помню как звать они так рыдали они так рыдали вообще просто ой как было я вам серьезно говорю это было просто потрясающе и я вот на самом деле вот вы знаете мне так приятно что вот именно я увидела я наконец-то увидела сколько людей сколько людей его любят я же как постоянно к нему приезжала постоянно был один и но я же не была в его жизни вот так чтобы я знала вот этот майк берг приезжал естественно который ест енотов помните у меня такое видео был интересный его друг майк берг он конечно был потом был марк вот тоже у которого мы были в гостях он тоже свои там поля показывал как маркиз карабас в общем это было что-то потрясающе я серьезно вам говорю я я понимаете я и плакала я и улыбалась одновременно и говорила мистер джонс просто пусть земля вам будет пухом и сколько вас людей любят сколько памяти в людях в сердцах не даже я не говорю о россии сколько в россии людей так было приятно я винсанту рассказывала вчера приехала просто захлеб я не представляешь винс сколько человек его любят сколько вот вы понимаете я конечно когда обо ним рассказывала о нашей дружбе я конечно расплакалась понимаете потому что я я я вижу на меня вот так смотрят все такими глазами и слезы у них текут и они улыбаются и я очень редко когда плачу но вчера я знаете то что я расплакалась у меня слезы потекли я очень красивая конечно похороны были и все что это для него было здорово потом после церкви после после кладбища там опять церковь все пошли там еды очень было много но я в общем-то него не смогла сидеть там или кушать потому что ну надо было мне домой а мы свинцы там кое куда ездили поэтому после кладбища я уже сразу поехала домой но я знаю что все поехали вот как бы его поминать но многие многие поехали кушать там или что-то я я просто не смогла но я зашла с ними туда да и там не было вина никакого да я знаю что там чай у них был я просто зашла вот посмотрела и в общем-то взяла стаканчик с чаем со сладким говорю я упомяну чай чай но кушать я не могла просто вот и поэтому вот так все было я не знаю кто-то слушал меня или нет кому-то потому что я не знаю зависала я или не зависал но я просто рассказываю это сейчас с таким просто вот понимаете так было здорово я сейчас еду мне очень легко мне очень легко от того что вот именно вот так все вот именно так и вы провожали именно столько людей всех возрастов молодые маленькие старые пожилые среднего возраста разные черные белые даже были корейцы я не знаю откуда столько человек его знает и они не представляю понимаете там играли они на пианино очень красивую музыку играли и темнокожие и девушка белокура пела там песни на рояле играли просто вообще так здорово я просто не устану повторять я сегодня спала и мне снилось это все понимаете я буду помнить пока я вечно живу пока я живу я буду помнить всю свою жизнь мистера джонса потому что он принес мою жизнь много очень хороших эмоций я очень рада и я благодарю бога за то что я его узнала пусть в конце жизни но я знала его я его знала и он был в моей жизни какой-то частичкой и я так этому рада и все ко мне подходили и говорили мы слышали мы слышали об этом известной девушке банкирия но мы никогда не знали кто наконец-то мы вас увидели спасибо потому что он постоянно о вас говорил постоянно меня внучка тоже обняла и заплакала где-то он тебя очень любил он постоянно про тебя говорил я говорю это так приятно слышать и так приятно она готова ты же это знаешь я знаю но все равно это приятно слышать она готова постоянно говорила тебя дочь его говорила куда бы мы не поехали он зря говорил позвони наталья скажи чтобы она тоже приехала позвони наталья пригласи ее туда позвони наталья позвони наталья он постоянно только тебе говорил постоянно что ты была приглашена туда 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 ну в общем было здорово да поэтому Вы знаете, я вчера, я вчера еще раз просто подтвердила сама себе и увидела, насколько все-таки все правильно получилось, так, как и должно быть, и так вот получилось. Я рада. Как крестный отец. Вот я серьезно вам говорю, его хоронили точно, как крестного отца. Было столько людей и столько почестей, и такой, я вам говорю, столько музыки, такой гроб, покрытый вот этим американским флагом военным. Потом эти военные его вот так складывали медленно на кладбище, они его складывали каким-то ритуалом, этот флаг. Потом они вставали на колени и передали дочери этот флаг, вот так прям, вот таким уголком. Как-то они его складывали, потом его держали, как-то вот так вот делали по краям. Я никогда такого не видела, вы понимаете, это вообще просто было что-то. Мистер Джонс все это видел, я знаю, что все это он видел со стороны, и у него наверняка текли слезы просто от того, что было такое, знаете, такие почести. Мистер Джонс этого заслужил, один его сын, нет, его внук рассказывал, он говорит, когда я женился, я, говорит, своей жене все время рассказывал про дедушку, я все время рассказывал какие-то истории, и она его не могла увидеть год, два или три, я не знаю, он говорит, мы не ездили, потому что он живет в другом штате. И мы, говорит, когда приехали к нему, жена мне говорит, я думала, он больше. Он говорит, я ей рассказывала эти истории, и ей казалось, что он был просто гигант, огромный мужчина. И она, говорит, когда я его увидела, что он такой маленький, она говорит, я вообще думала, что он огромный. И он говорит, вы знаете, на самом деле, ведь он был просто гигант, он просто у нас был самый настоящий гигант, хоть он и был маленького роста, хоть он и был вот такой вот хрупкий, маленький, но он был самый настоящий гигант. Поэтому, когда людям рассказываешь истории про него, все сразу представляют такого огромного мужчину, а он именно таким был огромным. Вы знаете, такие красивые слова вот говорили вчера. Он был очень умный, он не заканчивал университетов, звали его Лорен, он не заканчивал университетов. Он закончил, по-моему, даже школу не полностью, но он был настолько умный, он был настолько... Вот еще раз это, знаете, подтверждение того, что человек может закончить много-много университетов, но быть настолько неприспособлен к жизни, и я не знаю, с ним будет не о чем говорить. И человек, который ничего не заканчивал, он настолько был интересен всем, неважно, кто это были. Это были врачи, юристы или просто обычные колхозники, неважно, он мог говорить с кем угодно, на какую угодно тему. Он был вот таким человеком, понимаете, это вот на самом деле. И я же не могла показать на видео многого, чего я, допустим, слышала от него. Он же рассуждал про политические темы, он знал, какая ситуация в мире между, допустим, Россией и Украиной. Он рассуждал об этом, он рассуждал, что происходит в Ираке, в Иране. Он все это знал, понимаете, и у него никогда не было компьютера. Он читал только газеты. И вот это вот все удивительно, понимаете. Все очень удивительно, это просто было обалденно. В Инстаграме у меня там я поместила кусочек, маленький кусочек на 20 секунд. Я показала, вот именно вот лежит стоящий гроб и вот эту атмосферу. Ну, там был пианист, он играл музыку. Ну, просто чтобы, знаете, те люди, которые его любили, пусть они не были на похоронах, но хотя бы кусочек показать им, что вот как будто они были и провожали его в последний путь. Я посчитала, что я могу это сделать и посчитала, что это правильно сделать, чтобы они вот хотя бы на секундочку были там, провожая его в последний путь. Нет, я не была в последний раз, первый раз в Америке. Я была на похоронах в Америке. Но я вам хочу сказать, таких похорон я не видела ни разу. И очень многие американцы говорили, что таких больших похорон и таких вот почестей они видели очень редко. То есть, многие говорили, это одни из самых запоминающихся больших похорон. Вы понимаете, это вот... Я не ожидала вообще такого, я вам серьезно говорю, я вообще не ожидала, потому что я приходила к нему, всегда он был один. Но видите, это все уже под конец его жизни. И люди, конечно, которые прошли, они знали его в течение жизни, они с ним работали, как я сказала. И я не видела много людей с ним, и поэтому, ну, конечно, столько людей. Я была настолько приятно удивлена, мне настолько было приятно за это, за то, что вот это все. Я повторяюсь уже. Я говорю про своего друга, мистера Джонса, которого мы похоронили вчера. Ему было 93 года. Это очень достойный человек. Нет жены, ей не было вчера. Жене они сказали, что он уехал на ранчо, и они оставили вот так. Как они сказали нам, она абсолютно не понимает, и она могла просто очень плохо себя чувствовать на похоронах, знаете. Поэтому они решили просто сделать так, чтобы она вообще ничего не знала, так как у нее памяти сейчас нет абсолютно никакой. Поэтому вот они так решили. Ее не было. Ее очень жаль. Ну, вы знаете, сейчас, в данный момент, в данный момент, ей не тяжело. То есть она не знает ничего происходящего, и не узнает. Потому что, как я сказала, сколько я у них раз была, приходила, и она постоянно говорила, кто ты такая, кто ты. Потому что она никогда не помнила. Она помнила только детей. Своих детей, вот те, которые тогда в молодости были, да, она их помнила. Даже внуков она не узнавала. Даже многим внукам она говорила, кто ты. Поэтому, что же говорить про меня. Поэтому, если даже бы ей сказали, что вот он умер, она бы не вспомнила, она тут же бы опять забыла. Поэтому, если бы она была на похоронах, вот это все происходящее, на ней бы сказалось очень тяжело. Потому что она бы просто не понимала, что, как. И она бы постоянно спрашивала. Ей постоянно говорили, твой муж умер, твой муж умер, твой муж умер. Для чего? Это совершенно не нужно. Конечно, нет. Правильно? Я думаю, что они правильно поступили. Она на два года младше его. Вот ему 93, а ей 91. Так что, вот, ребята, вот такие вот дела. Все, я, короче, выхожу из транса, или как там, из трансляции. Я выхожу, и мне надо гпс, потому что, по-моему, я немножко потерялась, как всегда.